Большое спасибо, Георгий Георгиевич. Вкратце хотелось бы представить алгоритм введения пациентов после криохирургического воздействия. Виды криохирургии вы видели демонстрационно и, в общем-то, по докладчику представили ранее методы выполнения криодеструкции аппликаторы. Необходимы условия. Необходимо подготовить пациента и очень важно при осмотре пациента, подготовке его на криохирургическое воздействие, оценить ситуацию. Какова опухоль, имеется ли воспаление, инфицирование в области раны. Необходимо провести дополнительное лечение для того, чтобы улучшить отдаленные результаты после криохирургического воздействия. Необходимость и достаточная продолжительность холодового воздействия при выполнении данной манипуляции. И мониторинг и управление криодеструкцией. Сегодня было продемонстрировано, в частности, это было продемонстрировано УЗИ-исследование, которое у нас является именно мониторингом выполнения, в планировании для того, чтобы установить криозонды. Это должно обязательно быть продумано до выполнения данной манипуляции. Аппаратура, которая представлена, была уже продемонстрирована аппарат УЗИ-криодеструкторы. Что хотелось бы сказать, при выполнении этих три этапа представлены. Анестезия, биопсия, аппликационная криодеструкция. У пациентов при имеющихся опухолях небольших размеров, конечно же, при отсутствии инфицирования первичной опухоли, она после криодеструкции рана лучше заживает. Представлена методика аппликационной криодеструкции. Также при выполнении новоосистой части головы, далее в слайдах будет представлена, есть некоторые осложнения, которые могут присутствовать после выполнения данных процедур. Что необходимо? Необходимо обязательно общаться правильно с пациентом. Необходимо, важно очень, объявить и рассказать пациенту о том, что с ним будет дальше послеоперационном периоде, о тех явлениях, которые могут возникнуть. Обязательно объяснить пациенту, чтобы он не пугался, и имеются методы воздействия на эти проблемы, и помощь, которая будет оказана своевременно и профилактически. Необходимо указать пациенту и рассказать о том, что необходимость выполнения перевязок в течение 10-14 дней. После выполнения криодеструкции у пациентов может возникнуть отек лица и глаз. Это возникает при расположении первичной опухоли в области глаза, лба, волосистой части головы, отек спускается на глаза. И все это происходит приблизительно на 3-4-4-4 сутки. Появляются мокнутые в области постсоперационной раны, формируется корочка, формирование участка крионекроза. И необходимо также рассказать пациенту, что, может быть, возникнет необходимость лечения системного антибиотиками, и также местное лечение антибиотиками сухими, либо использование различных мазей. Выполнение в области представленной криодеструкции, выполнение криодеструкции опухоли базально-клеточного рака в области медиального угла глаза. Это достаточно неудобная локализация для хирургов для выполнения. Используется здесь крючок для того, чтобы приподнять и отвести в сторону, чтобы не было травматизации и нарушения целостности покровов других участков. Зона действительно сложная, но она выполнимая. Удаление корочки в данной ситуации приводит к быстрому заживлению. Удалять корочку необходимо в тот момент объяснение. Это необходимо, чтобы пациент находился под наблюдением, он приходил для осмотра к хирургу, и при необходимости корочка должна быть удалена при наличии уже заживления под самой корочкой. На данном слайде представлены пациенты, у которых у одной выполнена в области лба криодеструкция, и, как мы видим, имеется отек верхнего века. И также представлена пациентка, у которой выполнена криодеструкция опухоли в области волосицей части головы. Имеется мокнутие, о котором мы говорили, и отек верхнего века. Все это объяснено пациентам, пациенты все это знают и довольно спокойно относятся к данному явлению. В формировании корочки и участков крионекроза действительно для многих кажется достаточно страшным, но по опыту нашего института у пациентов, которые приглашены были, в частности были продемонстрированы Георгием Георгиевичем, рубцы, они не грубые, заполняется полностью дефект, который был, и ямка, которая была после криодеструкции, заполняется тканью. И, в общем-то, для удаления заживления, мы видите на последнем слайде, что под корочкой формируется, если отвести можно было бы сторону, то видно появление новой ткани под самой корочкой, заживлением. Данная пациентка представлена через три недели после криодеструкции формирование вот такого вот рубца. И эта пациентка продемонстрирована в связи с тем, что ее неоднократно лечили, дважды было облучение, было хирургическое вмешательство, и в конечном итоге она опять обратилась к нам с данным процессом, была выполнена криодеструкция. Через три недели достаточно эффективно процедура выполнена. Пациентка была довольна данной манипуляцией, ввиду того, что она отказывалась от дальнейших хирургических вмешательств. После операционного периода необходимо объяснить еще пациенту о том, что есть польза от лимфореи, то есть то, что имеется ток жидкости из зоны, подвергшейся криодеструкции, и безопасность отека. Это обязательно то, что нужно объяснить. То, как бороться с отеками, пациентке объясняется еще на этапе до выполнения криодеструкции. В глаза обычно капаются капли для глаз, они содержат антибиотик и различные капли, но в частности содержится антибиотик и гормонального содержания, то есть дексаметазон. Эти капли капают в течение 3-4 дней, а отек глаз проходит. Проводится обработка раны, объясняется пациенту, что необходимо все выполнять, если выполнять самостоятельно, очень чисто, аккуратно, с использованием стерильного материала. Ну и обязательно, если будет необходимость, то нужно определить показания ко вторичной хирургической обработке. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.